Друзья, всем привет! С вами Fashion Director Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня хочу вам показать две книжки о костюме 18 века, но не только костюме, но и приемах из бьюти индустрии, которые использовались в 18 веке, как делать румяна, как укладывать волосы. American Dutch рассказывается в этих двух книжках о создании костюма. Давайте я вам покажу. Начнем мы с книжки о костюме, потом покажу секреты бьюти индустрии 18 века. Здесь 1700-е годы, тоже там были разные этапы. Ну, в общем-то, это все посмотрим. Начинается все с освоения швов. Какие швы, как, для чего, зачем и почему. Смотрите. 1740-е. Что мы носили, одежду под. Ну, соответственно, наше нижнее белье, то, что мы сейчас называем. Раньше это были нижние юбки. Здесь очень детально показаны и рассказаны, как это все делать, какие материалы. Я такие книжки называю комиксами, потому что здесь много картинок с небольшим описанием. То есть, по сути, можно даже особо не читать, если вы понятны. Показаны разнообразные элементы. Протом, смотрите, вот такой костюм. Дан на клетчатой бумаге. Ее вы можете увеличить. Соответственно, смотрите, один квадратик, два с половиной сантиметра. Вы просто пропорционально это можете увеличить. Можете перерисовать, можете распечатать. И таким образом воссоздать данные лекала. Естественно, нужно будет подкорректировать на свою фигуру. Вот еще, пожалуйста. То есть, все-все-все, все элементы здесь можно воссоздать. Фартук. Ключевое. Главные уборы. Митиньки. Как шляпки делать, как-то они повелки завязывают. То есть, там это целое искусство, которое мы сейчас не используем. 1760-1770. Это был более простой костюм. Здесь, вот смотрите, мы уже начинаем с более сложными элементами работы. 1760-е. Все-все-все тут у нас есть. Все это использовано. И показано, конечно же, как это собрать. С выкрепленными, которые вы можете просто увеличить в масштабе. И все будет у вас. Но, естественно, костюм был бы неполным. Если бы мы еще не поговорили о том, как же выглядели сами прекрасные дамы. Что они делали с волосами, как они ухаживали за собой. А и здесь к нам на помощь приходит вторая книжка, которая рассказывает про бьюти-секрет. Сейчас мне было очень интересно это смотреть. И я даже вот хочу некоторые приемы попробовать. Хотя, наверное, в современном мире уже столько всего придумано интересного. Что, конечно, да. Основные рецепты, которые использовались, которые активно употребляли. Здесь они все описаны. Можно там поварить всякие там бальзамы для волос и для губ. Использовать, что мы носили. Нижние пеньюары. Парики тоже были очень распространены. И здесь показано, как они создавались. Как их делать. И как за ними ухаживать. Как их пудрили. То есть это же тоже целая индустрия. То, что мы сейчас смотрим в Инстаграме, или там в Ютьюбе, или в других социальных сетях, как это все воплощалось. Мы можем купить в магазине. Раньше делали самостоятельно. Так что, вот смотрите. Красный бальзам для губ там был. Как ухаживали за волосами. Конечно, для нас это немножко странно. Потому что мы сейчас стараемся, чтобы волосы были максимально гладкими, блестящими. Ну, то, что на наш взгляд мы успеем здоровы. А тогда было модно пудрить. И активно пудрили волосы. Укладывали их специальным образом. Использовали ленты, кружева, шляпки. Это было неотъемлемой частью повседневного образа. Ну, и как видите, такие волосы, они получаются более матовые. Потому что их нужно было определенным образом. Естественно, уложить как всякие бантики. Ну, красота. Так, красота неземная. Про нас сейчас, я не знаю, как они в этом ходили. На мой взгляд, это все было дико неудобно. Ну, если это считается нормой в своем окружении, наверное, да. Вот, видите, какие запудренные волосы. Это считалось красиво. Потому что каноны красоты очень здорово меняются. Потому что сейчас свободные пудри. Возможно, через 100 лет на это буду смотреть и думать, боже мой, как же так и зачем это сделано. Вот так можно погрузиться в 18 век и стать немножечко ближе к тому, как это делалось в 18 веке. Оценить, насколько сейчас вам что-то больше нравится, что-то меньше нравится, как вам пришляться, создавать бантики. В общем, очень-очень много всего интересного в этих двух книжках содержится. И для любителей исторических элементов и деталей крайне рекомендую с ними ознакомиться. На этом все. С вами была Щеклоска Екатерина. До скорых встреч. Пока-пока.